Приветствую вас. Конечно, очень жаль, что вы оказались в подобной ситуации, но надо сказать, что боль – это неизменный спутник роста, спутник развития. Именно через боль человек понимает какие-то вещи, именно через боль человек меняется, и именно через боль человек становится другим, именно через боль человек может достигать те вещи, которые до этого, ну, практически не знал, не подозревал о них и так далее. Вы описываете историю, которая, в общем-то, в силу своей особенности случится, может, ну, наверное, скажем из нас. И это страшно, с одной стороны, но, с другой стороны, это совершенно и нормально, потому что мы живем в определенных условиях, условия эти диктуют свои правила, правила подразумевают определенные риски. И эти риски, собственно, и проявляются в таких вот случаях. И когда для вас это может звучать как просто слова, я хочу сказать следующее, что из вашего текста, текста очень ясно прослеживается мысль о стабильности, о защищенности, о неизменности и твердости своего мира, в котором вы живете. Для этого, для твердости и защищенности своего мира, в котором вы живете, вам нужна мама. Ну, я уверен, что другие люди определенные тоже нужны, эдакие солпы, на которых вы, на которые вы опираетесь, собственно, вот в поддержании своего мира, скажем так. Идея здесь заключается в том, что сами вы себя защищенностью и стабильности не обеспечивает в полной мере. Может быть, вы чувствуете свою вину перед мамой за что-то. Так вот это же часто бывает. Например, не выделяли время, например, значит, не делали что-то, ругалась с ней, я и должна, вот это все. Тоже проблема, а то же отдельно, чем разговоры. Боитесь смерти мамы, что она умрет, боитесь ее потерять. Боитесь потерять то, что она вам дает или давала. Тоже проблема. Проблема достаточно серьезная. Серьезно. Следующий важный момент, на который я хочу обратить ваше внимание, это на то, что вам в своей жизни важно. На то, куда вы идете по жизни, чем вы занимаетесь, чем вы увлечены. Что касается ваших переживаний, то помимо того, что их нужно исследовать, вам необходимо проживать свои переживания, проживать свою боль, вы сможете постепенно от нее освободиться. И трансформировать ее во что-то более конструктивно. Но другое дело, что сделать этого, кроме как через работу с психологом, наверное, нельзя. Поэтому, если вы хотите что-то изменить, то обращайтесь, будем рады вам помочь. Есть определенные стадии, вот, есть определенные стадии переживания подобных вещей. И через эти стадии лучше всего приходить за специалистом. Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. Что такое смирение? Ну, это некое принятие, да, некая адаптация. Вот. И вы просто к этой стадии еще не готовы. Вот. Но ничего страшного, будете готовы. Просто вам для этого требуется время. Самое здесь главное, это не драмировать себя на пути к этой стадии, а то и дальше. Ну, то есть, вот, на пути к следующим стадиям, которые будут после. Вот. Вот такой ответ я могу вам дать. На этом все. Еще раз я сожалею о том, что вам приходится переживать. Вот. Но тем не менее. Что еще забыл сказать, это про отношение к болезни и смерти. Это очень важный вопрос, который, вот, к сожалению, в русскоговорящих странах, да, современных и у русскоговорящих людей очень плохо проработан. В плане, что люди смерти нас боятся, люди смерти нас отрицают. Вот. И из-за этого подобные вещи, которые не повторюсь нормально и естественно, называют вот восприятие их как большой беды. Ну, просто беды. Такая вот история, вам же я, если говорить про маму, да, то вот это все про вас. Понимаете, вот это все про вас. Не про маму, которая сейчас плохо, больно и прочее. Это все про вас. Вы в этом смысле поступаете эгоистично, но я не обвиняю вас в том, что вы эгоист. Нет, это нормально, что вы так поступаете. Проблема немножко в другом. В том, что ваша удовлетворенность в том, по поводу чего вы сейчас проживаете, ваша удовлетворенность зависит от мамы. Не только от вас, но и от мамы. И вы зависимы. Поэтому. В этом может быть проблема. Вот, собственно, то, что я хочу вам сказать. Подумайте, что вы можете сделать именно для мамы. Подумайте, как вы можете провести свое время с ней. Да? Вот. Тут понятно, что вам нужно менять именно то, что вы делаете для себя. Это единственное, что вам придется менять. В основном жизнь, она, в принципе, останется такой же и она не изменится. Я желаю вам удачи. Всего доброго. Надеюсь, ситуация образуется.